Добрый день, уважаемые полисы, портал отутбай. 14.00, четверг снова и после длительного перерыва 86 выпуск передачи экономика на пальцах, как видим в новом интерьере, не очень привычном для нас. Хотел сказать не очень удобным, да? Ничего попривыкнешь. Как всегда в студии Марина Шкеленок. И Сергей Чалов. Здравствуйте. Давно тебя не было, за событиями следил, что у нас происходило в стране? Ну так, одним глазом на самом деле, поэтому пришлось уже по приезду разбираться. В общем, что тут, конечно, интересный был месяц. Вот, такого количества информационных поводов я не припомню. И, конечно, особенно, что выдается, да, это большое количество поездок президента, то есть фактически за 10 дней, три отрасли, там практически под десяток предприятий. Это, в общем-то, я такой активности не припомню. Почему-то перед самым Новым годом он стал разъезжать. К чему было это? Я вот, кстати, не знаю, с чем связан этот тайминг, но, по крайней мере, в общем, количество таких решений весьма, скажем так, неординарных, в общем, было принято. И как раз очень многие сейчас ломают голову о том, что же это было вообще и как бы... И что будет дальше? Да, 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 вот. И как раз мы вот и попытаемся, потому что в конечном-то счете, в общем, я всегда пытался в этой передаче находить логику даже там, где, в общем, ее сложно найти, потому что, ну, я, в общем, считаю, что, как бы, ну, это всегда нужно делать просто за тем, чтобы, ну, исходя из чего-то же, в общем, эти решения принимаются. Соответственно, хоть как-то можно пытаться понять, какова будет, ну, дальнейшие, что ли, шаги, какие будут, в общем, реакции на изменившиеся обстоятельства. Вот, что в анонсе, значит, я отметил, это вот что поражает, это, если раньше я говорил о том, что вот происходит очень такой серьезный, что ли, как сказать, происходит серьезное расхождение между риторикой и там ситуацией реальной, да, между политикой и экономикой, то, что в ней складывается, что сейчас вот наметился такой еще один очень интересный, ну, что ли, такое расхождение, когда вот вроде как правительство и президент поменялись ролями. То есть, все, что в последнее время делало правительство, скажем, и Нацбанк, ну, включая в том числе стандартные вещи, как, например, прийти на доклад к президенту и так далее, это все время были вещи, связанные главным образом с какими-то, ну, совершенно макроэкономическими делами. То есть, это был отчет, ну, проделанный за год, как у нас, в общем, все хорошо, какую мы макроэкономическую стабильность достигли, как нам удалось сохранить завоевание вот после выхода из кризиса там и так далее, не отказаться от этой жесткой денежно-кредитной политики и прочее, прочее, прочее. Вот, правительство, получается, занимается вещами стратегическими, в то же самое время президент ездит по полям и, в общем, чуть ли не в ручном режиме, значит, занимается модернизацией. Ту самую модернизацию, которую он назначил проводить правительство. Ну, там у нас, мы потом поговорим, кто на самом деле у нас в конечном счете будет назначен проводить эту модернизацию. Ну, вообще, конечно, ситуация несколько парадоксальная, вот, и в какой-то степени даже удивительная. Причем, ну, наверное, если так, я не знаю, с точки зрения, как бы, каких-то макропараметров, может быть, имело бы смысл что-то сказать. Ну, в принципе, там, по большому счету, особо комментировать нечего, потому что, в общем-то, случилось все, что должно было случиться ожидаемо. И замедление роста ВВП до 2%, в общем, что само по себе положительный фактор, мы об этом уже много раз говорили. У нас сейчас экономика устроена таким образом, что примерно где-то вблизи этого уровня есть равновесные темпы экономического роста. Любые попытки этот экономический рост стимулировать сверх этого равновесного уровня, они приводят, моментально приводят, буквально в течение, там, нескольких недель, они начинают сказываться на макростабильности. Мы это видели, это мини-паники валютные в мае и мини-паника валютная, вот, сентября-октября, фактически. Вот, и потом, зачастую героическими усилиями приходится с ними бороться. Вот, фактически, в общем, с ними удалось побороться, так что 2%, даже при том, что, как я уже говорил, там действительно видно по статистике, если смотреть компоненты ВВП, то, в общем, это вот любимая нашими экономическими властями статья, как инвестиции в основной капитал, она как раз, в общем, продолжает расти. То бишь, доля инвестиций в структуре ВВП увеличивается, что означает, что усилия-то, на самом деле, по поддержанию темпов экономического роста предпринимаются, целенаправленно предпринимаются, однако, эти темпы экономического роста, они даже, несмотря на эти усилия, они, по факту, замедляются, что говорит о том, что, в общем, как бы, вот, ну, можно, в общем, пытаться насиловать экономику, но она, в конечном счете, в общем, делает то, что может, вот, бежит ровно настолько с такой скоростью, сколько, значит, уже, да, уже может, да, вот, то же самое, в принципе, довольно много было отчетов относительно ситуации, значит, сложившейся, вот, как раз, на рынке финансовом и на рынке валютном, в общем, как мы и предсказывали, ситуация фактически стабилизировалась, данные по ноябрю, они все еще показывают, что население было нетто покупателем валюты, но, естественно, там уже гораздо меньшими темпами, чем сентябрь-октябрь, там, по сравнению с октябрем, примерно, раза в три меньше, значит, это, эта покупка составляет, но, я думаю, что декабрь, традиционно, он будет, скорее, месяцем превышения продажи, ну, по понятным причинам, праздники и все вот в таком вот духе, вот, республиканский бюджет по-прежнему профицитный, пускай там только одна десятая процента ВВП, но, как бы, тем не менее, это говорит о том, что, в общем, и, если и эмиссионных средств Национального банка не тратится на то, чтобы искусственный темп просто поддерживать, то и средства бюджета, как мы видим, в общем, тоже, вот, ну, и плюс, значит, действия, которые, в общем, предпринимаются нашими, вот, как бы, макро-регуляторами, особенно Национальным банком, вот, тут еще один такой важный момент надо заметить, что, вот, в этой развилке, где, с одной стороны, макро-вещами занимается правительство, с другой стороны, микро-почему-то занимается президент, вот, еще и инструменты, которыми они это делают, тоже, значит, очень сильно разнятся, то есть, получается, что, по мере того, как Национальный банк, там, Совмин, Минфин, там, значит, Минэкономики, они понимают, как экономика работает, насколько, в общем, действительно, вот эта хрупкая, это равновесие, за которое переходить очень, ну, опасно, да, то есть, на самом деле, главным опытом, я думаю, этого года является, как раз, именно то, что вот этот вот временной лак от относительно глупостей предпринимает в экономике домоментальной, то есть, реакции, он становится все короче, и, в общем, как бы, становится, а чем он короче, тем, естественно, для наших властей проще понять вот эту причинно-следственную связь, ага, мы сделали вот это, вот стимул, вот реакция, да, как говорил Казьма Прутков, если носить, ударить по носу, там, щелкнуть по носу, она вельнет хвостом, вот, примерно то же самое, в таком же режиме прямой, значит, обратной связи работает наша экономика, вот, так вот, видно, что инструменты, которыми начинают пользоваться макро-регуляторы, они становятся все более тонкими, и, в общем, достаточно креативными, в частности, вот этот вот, недавний, в конце ноября предпринятый запрет на, ну, или фактически изменение порядка кредитования в иностранной валюте в юридических лиц, он ведь, не что иное, как реакция на то, что, в общем, из-за вот этого дифференциала процентных ставок, который сложился по кредитам в валюте, кредитам, значит, в национальной валюте в белорусских рублях, стала выгодной такая операция, как берешь кредит в иностранной валюте, значит, моментально конвертируешь в его, вот, те полученные средства с обычного счета конвертируешь в белорусские рубли, и ими финансируешь свою текущую деятельность. То есть, получалось, что, в общем, по факту, значит, текущая деятельность предприятий, даже зачастую не связанных никак с внешнеэкономическими, там, какими-то операциями, она, в общем, финансировалась за счет валютных кредитов, и получалось тем самым, что, фактически, это был такой способ обхода предприятиями, вот, ну, де-факто проводимой вот такой жесткой денежно-кредитной политикой. То есть, процентные ставки, ведь, высокие по рублям не просто так были, это была попытка уменьшить спрос на кредиты со стороны именно предприятий. И получалось, что таким вот образом, да, этот вот, ну, фактически, эта денежно-кредитная политика была более мягкая, и плюс еще приводила дополнительно к большой долларизации экономики. Это очень четко видно, там, достаточно свежие данные по широкой денежной массе, там переводные депозиты юридических лиц, именно в иностранной валюте, довольно резкий скачок месяц к месяцу показывает, что говорит о том, что это очень популярная была операция, ну, вот, и фактически этот порядок сейчас, ну, то есть, де-факто это закрыто, то есть, перечисления на текущий счет не происходит, происходит сразу, если ты покупаешь валюту, то только, ну, фактически, твоему внешне торговому контрагенту, ну, то бишь, фактически, оплата по импорту, что означает, что теперь иначе, как для финансирования внешнеэкономической деятельности, в общем, валюту по большому счету купить нельзя, ну, там, за исключением отдельных случаев, когда, например, идет работа через аккредитив, они вот напрямую, но это там детали, но в сущности, это вот снова попытка национального банка фактически вернуть себе управляемость, что ли, как бы процессами на денежном рынке, придать большую роль вот ставке рефинансирования, которая почему-то у нас получается, что она как бы есть, но ставки на рынке все время, значит, скачут то выше, то ниже ее, вот, ну, и заодно посмотреть, какой же реальный спрос на кредиты, с тем, чтобы, в общем, так или иначе попытаться управлять рублевой денежной массой, то, что в свое время национальный банк пытался делать с конца еще прошлого года, и, в общем, делал достаточно успешно. Вот, это к вопросу о том, что, в общем, достаточно такие креативные инструменты, среди которых, в том числе, в частности, значит, и у нас и роуд-шоу было по еврооблигациям в Азии, что, в принципе, правильно, что, значит, почему в Азии, потому что, в общем, меньше там политический дисконт, и изменен порядок, теперь у нас могут на вторичном рынке, фактически, на биржевом рынке обращаться валютные облигации Минфина, которые выпущены для юридических лиц, ну, и теперь, вот, сегодняшнего числа, 20-го, буквально, начинается размещение для физических лиц облигаций Минфина, то бишь, ну, с одной стороны, для наших экономических агентов появляется больше инструментов, с другой стороны, на самом деле, Минфин получает возможность, если, ну, скажем, финансировать, то есть, грубо говоря, занимать, фактически, на внешнем рынке, пускай на внутреннем, просто в иностранной валюте, ну, в общем, дешевле, чем это было бы на, скажем, на каких-то иностранных площадках, потому что, все-таки, 7% на год, это не, там, не 8,75, как у нас, наверное, было бы, и 7,5 на 3 года, тоже, в общем, это не 9 этих процентов, так что, вот, в целом, как бы, я считаю, что довольно неплохие вещи проводятся, вот, ну, плюс новость о том, что, ну, точнее, это уже не новость, а разговор о том, что продолжается работа над ЭПИО Белаза, это очень, в общем, вещь полезная и так далее. Это я к тому, что, в общем, в макроэкономике, вроде как, у нас, значит... Все в порядке. Да, мало того, что относительно все в порядке, кстати, там интересный есть нюанс, как объясняли, значит, наши экономические власти, как они объясняли, почему, собственно, значит, почему у нас, вот, замедляется экономический рост, это, вот, там довольно интересные эти объяснения, на самом деле, потому что в качестве, вот, главных причин называлось, в том числе, и почему на первом месте стоит, это, вот, прекращение, вот, этого бизнеса растворителей, разбавителей и смазочных материалов. Я уже, в общем, пытался объяснять, что, на самом деле, вклад, вот, и в наше положительное внешнеторговое сальдо, ну, в ВВП, наверное, все-таки, в большей степени, чем положительное сальдо, но, вообще говоря, проблема растворителей и разбавителей, она серьезно преувеличена, вот, и то, что наши власти, в общем, как бы, ну, с точки зрения России, они находятся в ситуации, ну, некого такого виноватого, что ли, да, но при этом они, наши же власти еще и сами эту же проблему педалируют, это, в общем, достаточно странно. Мне кажется, что это, скорее, ну, может свидетельствовать о том, что, в общем, они понимают, в какой-то степени, силу своей переговорной позиции в этом вопросе, потому что, действительно, юридически ничего нарушено не было, и зато можно поплакаться, там, в жилетку российской стороне, сказать, смотрите, вот, из-за того, что вы лишили нас такой вот легальной возможности эту дырку использовать, у нас вот, как сразу начинаются такие вот нехорошие процессы, вот, то есть это, может быть, какой-то способ лишний, значит, вот... Надавить на жалость. Да, 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 вот нечто-нечто вроде такого. Вот. Ну, совсем коротко, прием был, значит, президентом Ермаковой, там как раз очень интересная ситуация, когда отчитывается Совмин или Нацбанк, они все отмечают, что у нас, в общем, все в порядке, потому что инфляцию мы контролируем, положительная внешнеторговая сальда по-прежнему по году, рост экспорта хороший, значит, ну, и в целом, в общем, как бы макроэкономическую стабильность сохранили, золотовалютные резервы для поддержания стабильного курса, значит, относительно предсказуемого курса не тратили, в общем, все в порядке, и как бы все вот про этот ВВП, значит, забывают. Вот, в то время, как единственный, кто помнит, похоже, это сам президент, который как раз, вот, Ермаковой, собственно, и говорит, это все, конечно, хорошо, что вы мне рассказываете, вот, но где, то есть без стабильности, конечно, понятно, что там не может быть дальнейшего развития, но, как бы, всех интересуют, значит, ставки кредитования, на что она говорит, ну, как бы ставки, вот такие вот ставки, как есть, наша задача, значит, вот такая, правительство там их субсидирует, мы там, значит, банки смотрят надежность заемщика, ну, вот, соответственно, в общем, как бы нас ВВП не очень интересует, вот. То же самое было, значит, с ситуацией приемом доклада премьер-министра Михаиловича Мясниковича, вот. Тут уже откровенное раздражение президента выразилось в фразах, значит, начали разговор с министром экономики, помышленной компаниям экономики, оказывается полный разброд и шатание. Говорят, главный экспорт, а ВВП это не важно, значит, ну, и так далее. Вот, ну, и, как бы, вот, и речь идет о том, что нет, вот, если у нас, как бы, не будет ВВП, не будет экспорта. Хотя, скорее, на самом деле, наоборот, но это, в данном случае, не очень важно, а дальше очень интересно. Итоги года. Значит, мы не выполняем, собственно, обязательства, не выполняем решения президента, которые утверждены с вашей подачи по текущему году, сказал президент. Хотя, на самом деле, мы знаем, что в действительности они были утверждены с его собственной подачи, а подача правительства была всего полтора процента на этот год. В общем, они довольно близко попали. Вот. Ну, и как, в общем, спрашивает, как же, мол, вот, нам же нужно пять процентов по этому году, что удивительно, значит, что Михаил Мясникович говорит о том, что, в общем, вполне, как бы, реально даже как-то получить эти пять процентов. Вот примерно о том же высказывался не так давно министр экономики Снапков о том, что, ну, да, это вот может быть. Предложили пути, каким образом можно достичь этих пяти процентов? Ты знаешь, да, вот тут, как бы, вся надежда на то, у нас же как. У нас получилось, опять я отложил эту бумажку, у нас получилась вот причина, скажем, да, смотри, на самом деле, с моей точки зрения, главный вот фактор, почему у нас, в общем, и с ВВП, и, как бы, с отрицательным сальдо, вот этот переход случился вблизи августа в отрицательную сторону, но это вот фактически снижение, причем довольно серьезное снижение экспорта калийных удобрений с мая. Там примерно вот каждый месяц, в общем, ситуация все хуже и хуже. Вот новых контрактов пока не удается заключить с Индией, значит, и пока, в общем, надежды такие, как бы, довольно слабые на то, что... Ну, однако, вот как раз-таки Михаил Владимирович говорит о том, что нет, вот у нас там чуть ли не, как бы, вот Индия готова покупать у Беларуси 2,7 миллиона тонн калийных удобрений, что составляет фактически ее полную потребность. Ну, и плюс Бангладеш еще не менее 500 тысяч. Это, честно говоря, крайне маловероятные вещи, я не знаю, откуда, в общем, эти цифры взялись, потому что, ну, во-первых, если мы посмотрим, в какой позиции находится сейчас наш партнер по Беларусской калийной компании, то они как раз планируют еще даже в первом квартале следующего года еще дополнительно снижение объемов производства, потому что, в общем, ситуация, ну, ценовая, как бы, власть все слабее. Вот, у них получилось, что примерно на 20% у них упало производство по этому году, и плюс еще на 16% они на следующем, в первом квартале следующего года планируют снизить это производство. То есть, в общем, видно, что рынок весьма слаб. Вот, ну, а что касательно вот этих 6 с копейками миллионов тонн, это, в общем, как бы, на самом деле очень-очень странно, по той простой причине, что получается, что это действительно почти вся потребность индийского рынка, то есть, это около 70%, вот, и то, что эти 70% займет один производитель, причем даже не БКК, а Белкалий, очень маловероятно, потому что в Индии там компания основная, которая занимается закупками, она, в общем, старается поддерживать паритет между различными покупателями, соответственно, понятно, что эта цифра будет минимум в полтора раза меньше, поэтому ясно, что эти оценки малореалистичны. Надежда и юноша и питает. Ну, вот, как бы, пока приходится, видимо, по каким-то политическим соображениям говорить о том, что каким-то образом, вот, причем, ладно-то эти 5%, которые там остались у нас, там, месяц, да, меньше месяца осталось для следующего года, а у нас же там 8,5% на следующий год, значит, намечено. Вот, и вот как раз на эту тему, значит, министр экономики Николай Снабков высказывался. Ну, во-первых, он сказал о том, что не обращайте внимания, что 102, значит, ну, 2 всего процента роста, мол, при высокой инфляции, это, типа, сложно считать в ВВП, поэтому, мол, это так не сильно важно. А вот зато на следующий вот квартал, вот это, я цитирую, это было в ходе прямой линии организованной газеты «Республика», это 13 декабря, мы оцениваем рост ВВП в первом квартале в пределах 8-9%, причем это несмотря на то, что ведь у нас, если мы посмотрим, как у нас ВВП менялся, то график был такой, что как раз-таки основной рост происходил в начале первого полугодия, и потом он постепенно замедлялся. Иными словами, эффект еще высокой базы будет не давать возможность, у нас же всегда будет сравнение первого квартала 13-го, первого квартала 12-го, поэтому, в общем, откуда это возьмется, непонятно. Более того, несмотря на то, что у нас последние там 4-5 месяцев стабильно отрицательны уже внешнеторговая сальдо, в общем, предположительно, по его мнению, что в первом квартале следующего года сальдо будет положительным. Откуда это возьмется, тоже, в общем, не очень понятно. Вот это пока, что касательно, значит, ВВП. Вот. Там еще довольно много высказывались из, значит, Национального банка. Ну, там, в принципе, по большому счету, все достаточно традиционно, что кризиса ликвидности нет, все банки возобновили кредитование, все, в общем, в порядке, процентные ставки будут постепенно снижаться, что контроль над валютным и, значит, рынком денежным восстановлен, что постепенно будет расти значение ставки рефинансирования, что ставки на межбанковском рынке, что действительно, правда, приблизились к этой вот ставке рефинансирования и так далее, и так далее. В общем, там особо, как бы, нечего говорить. То есть очередной раз подтверждено то, что будет сохраняться и режим управляемого плавания, значит, в валютной политике, и не будет эмиссионных, как бы, кредитов, которых, собственно, их нет уже полтора года, как их нет, середины прошлого года. Вот. Так что тут, в общем, все, как бы, в порядке. Никаких искусственных, значит, по ослаблению дирижно-кредитной политики для обеспечения экономического роста, в общем, не планируется. Вот. А еще один момент, который произошел за это время, это выделение четвертого, ну, принято решение выделения четвертого транша этого кредитно-антикризисного фонда Евразес, как я, в общем, и говорил, обошлось без какой-либо приватизации. Вот, несмотря на то, что все говорили о том, что как же, как же, вот, мы же не выполняем самое главное положение в этих самых 2,5 миллиарда, в общем, в год, получилось так, что удалось каким-то образом уговорить и без этого. Ну, пока идут разговоры о том, что это положение переносится на следующий год, мол, там при следующих траншах оно будет учитываться. Ну, посмотрим, насколько оно будет учитываться. Вот. Значит, из таких вот... Теперь, если переходить, собственно говоря, к действиям президента, ну, во-первых, у нас, значит, следующий год объявлен годом бережливости, да, то есть у нас был год предприимчивости, и когда вводили год предприимчивости, ссылались на директиву номер 4 о развитии там предпринимательства. Там, на самом деле, она не так называлась, но все ее, в общем, так продолжают называть. То есть она была как раз в конце 10-го года принята, соответственно, следующий год был год предприимчивости. Вот. Потом у нас был год книги, это вот этот год. И вот что удивительно, значит, вот, когда начали говорить о бережливости, вспомнили уже директиву номер 3. То есть если раньше был, значит, вот временной лаг между директивой и названием года совсем короткий, то директива номер 3 о вот как раз этой самой экономии бережливости, главной фактор экономической безопасности государства, она датируется 14 июня 2007 года. Ого, сколько времени прошло, с чего это вдруг-то? Значит, тут надо понимать очень такой важный момент. Почему она была принята, в общем, в середине 2007 года? Потому что в действительности у нас ведь как получилось? У нас первая половина 2006 года, это последнее время, в общем, бескризисного развития. У нас даже там внешнеторговая сальда была вблизи нуля. И потом мы, правда, шестой год закончили минус 2 миллиарда долларов. Ну а седьмой он продолжал, эта дырка, усугубляться. То есть фактически это пошел первый год, когда у нас, в общем, эта сальда перевалила в отрицательную сторону. У нас сейчас фактически ровно та же самая ситуация. Вспомнили, ну я так понимаю, что какие-то, в общем, шаги, что ли, вспоминаются из прошлого, да, что в этой ситуации похоже делать. Вот, ну и, соответственно, там как раз, если читать эту директиву, она такая длинная. Вот, она на самом деле, конечно же, совсем не была никак исполнена, в общем, как у нас часто бывает. Вот, потом она перекочевала практически целиком в такой документ, который называется «Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь». Куда была включена, вот она практически полностью была включена, как раз по вопросам, там, инвентаризации наших, там, природных ископаемых, там, повышения эффективности энергетики, там, и прочее, 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 да, значит, использование ресурсов и так далее. Вот, стратегия, она датируется с 2010 годом, в общем, она там тоже пока особо не сильно выполняется, и, в общем, надежда на то, что, если мы, то есть, сначала директива, потом стратегия, сейчас вот просто год, то, как бы, каждый раз идет некое ослабление, в общем, императива, я думаю, что... Но они решили, что зачем нужно было принимать документы, пускай бы поработают уже, добро пропадать-то. Ну, вот, для начала, значит, я вот, в качестве такого параметра, да, к 2010 году, например, а в 2007, напомню, это директива принималась, значит, снижение энергоемкости ВВП должно было состояться не менее, чем на 31%, а к 2015 не менее, чем на 50%. А по факту что получилось? А там реально единицы процентов, то есть там оно происходило в течение нескольких лет, но очень такими небольшими темпами, а последний этот год у нас, наоборот, даже, как бы, энергоемкость выросла за счет того, что, как обычно это бывает, цены на энергоносители упали год к году, поэтому, ну, а как бы, какой смысл их в такой ситуации экономить? Вот, как бы, я, в общем, ну, такая штука, я достаточно скептически отношусь к тому, что если мы двумя документами более прямого действия, чем название года, значит, ничего не добились, то, в общем, скорее всего, и здесь мы тоже ничего особенного не сделали. Ну и, наконец... Не умеют белорусы сберегать, одним словом. Так, а понимаешь, это можно сберегать только тогда, когда стимул для этого есть. То есть, у нас... Какие стимулы должны быть? Ну, как, рост стоимости энергоносителей, тогда их начинают экономить. У нас так и происходило. Как только они начинают падать в цене, их тут же начинают потреблять больше. Ну, вот смотри, сейчас уже, вот, в следующем году начинаются, вот, я имею в виду, жилищно-коммунальные услуги, да, для населения. Ой, там отдельная история. Вот эти все тарифы дифференцированные, ведь же закрутят гайки, будем экономить. Или по старинке нет? Кстати, когда, значит, когда про эту самую бережливость рассказывали, то там говорилось о том, что, ну, там вот всем нам надо быть более экономными, в том числе, значит, на уровне домохозяйств. Ну, в том числе подразумевалась, и, конечно же, вот эта эпопея с переходом на дифференцированные тарифы по оплате коммунальных услуг, у нас пока осталось только вот энергии. Ну, потому что по всему остальному, там у нас и так они, в общем, почти везде... На счетчиках стоят. Да, 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 и плюс они реально разные, то есть в зависимости от объема потребления. Да, так вот, что интересно, я напоминаю, что когда, как эта идея продавалась, значит, населению, о том, что, почему нужны вот эти дифференцированные тарифы. Ну, в какой-то степени, значит, там было, на самом деле, один аргумент, но просто вот с обоих концов обыгранный. Речь шла о том, что фактически, когда у нас идет, значит, сколько там у нас, значит, по официальным данным, тарифы на электроэнергию для населения покрывают около 40% себестоимости. То бешенными словами, получается, что если есть фронтальное субсидирование вот от себестоимости, то получается, что эту субсидию получают больше те, кто, на самом деле, меньше в ней нуждается. То есть те, кто потребляет больше, те, кто могли бы, в принципе, больше платить. Я напомню, что изначально идея президента была о том, что, а давайте мы попросим тех, кто богатый, значит, платить больше. В итоге эта идея превратилась в другое. Давайте те, кто, значит, больше потребляет, пускай они потребляют меньше. То есть это совсем, в общем, идея другая. Но помимо того, что давайте мы прекратим, значит, практику того, что те, кто больше всех пользуется, больше всего этими субсидиями, соответственно, пользуются. Плюс к тому же речь шла о том, что для всего населения эти тарифы ниже, потому что они, в том числе, за счет перекрестного субсидирования высоких тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. То есть происходит вот такое вот субсидирование промышленников, значит, промышленниками населения. И, мол, предполагалось, что, и я, кстати, даже приводил в одной из передач эти слова о том, что, мол, нам уже сложно конкурировать с такими тарифами на электроэнергию. Поэтому давайте мы, значит, население немножко, значит, тарифы повысим, а вот тем самым сможем облегчить бремя для промышленных предприятий. Что, в общем, ну, как бы, определенной степени имело под собой логику, потому что, действительно, у нас довольно высокие тарифы на электроэнергию. Порядка, по-моему, 14 центов. Для предприятий. Да, 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 да. То есть при том, что импортируем мы электроэнергию порядка там от 4 до 6. Вот можно покупать в Украине или в России около 6. Так вот, что интересно. А, причем, значит, тарифы на электроэнергию, они в этом году для предприятий не падали, несмотря на то, что у нас около 85%, там чуть ли не 90% электроэнергии вырабатывается из российского газа, цена на который практически в два раза упала по сравнению с ожидаемой на этот год. То есть тарифы остались, значит, высокими, несмотря на то, что себестоимость явно снизилась. Дальше, значит, вот вводится, значит, лимит льготного энергопотребления, ну, все эти цифры уже знают, 150 киловатт-час для газовой плиты 250. В принципе, там несложно, в общем-то, уложиться в это дело. Вот, интересно другое. Значит, когда вот об этом сообщали, это конец ноября, потом, значит, о том, когда это будет сообщать заранее, это вчера было сообщение. Вчера же сказали о том, что мы только 40% себестоимости покрываем, и тут же рядом, значит, следом идет новость, это я Белту цитирую, внимание. Повышение тарифов на электроэнергию для промпредприятий в 2013 году не предусматривается. Вообще-то предусматривалось, насколько я понимаю, снижение тарифов для промышленных предприятий. Теперь им обещают как минимум не повышение. То есть, получается, вся логика всего этого процесса, она полностью потерялась. То есть, где облегчение, в общем, бремени для промышленников? То есть, получается, что для населения по факту расходы увеличатся, а расходы для промышленных предприятий не уменьшатся. В общем, получилось с этой бережливостью довольно забавная ситуация. А к электроэнергии, и я еще вернусь, когда, опять же, если хватит время, там ситуация с полимером Могилевским волокно, которое тоже разбиралось в одной из поездок президента, это когда он по Могилевской области ездил, хотя там непосредственно на это предприятие не заезжал. Да, так вот, собственно, теперь к поездкам президента. Да, это самая, наверное, волнующая тема. Значит, что, значит, ну, какие отрасли, значит, были затронуты? Значит, вот это переработка льна, ну, выращивание его, соответственно. Значит, строительная отрасль, там, правда, в основном речь шла о жилищном строительстве, там, когда обсуждали этот микрорайом «Зеленый бор», который присоединили к Минску, вроде как теперь это Минская застройка, значит, естественно, древообработка и, собственно... Комволь. Да, комвольный комбинат, который, в общем, больше всего... На самом деле, там более всего интересного произошло. А как же крепостное право на дерево переработающие предприятия? Нет, дело в том, что как раз-таки история, вот такой кейс-стадий комвольного комбината, он наиболее интересен, потому что он в большей степени дает, что ли, оснований понять вообще, что же происходит и для чего все это делается. Вот. Ну, помимо всего... А, кстати, плюс еще, надо же не забывать, что в течение этого времени еще было две больших пресс-конференции президента. Одна была для клуба главных редакторов стран СНГ, вторая для агентства Reuters. А вот, которая, в принципе, во многом там даже себя повторяли. То есть там он как раз в очередной раз объяснял эту схему растворителей-разбавителей, причем там несколько так лукаво объяснял, то есть там в основном коснулся биодизеля, сказал, что мы рапсовое масло в основном в Германии покупали, что в действительности не так покупали в Германии, но очень мало. Вот. Ну, короче, объяснил, что мы вот такие молодцы, такие, значит, оказались находчивые. Предприимчивые. Да, да, находчивые такие, а вот русские, значит, взяли и на это обиделись, что мы же на самом деле переработкой занимались, то есть несколько капель изопропилового спирта добавляем, вот тебе уже готовая переработка, и это, соответственно, уже инновационная продукция у нас получается. А вот там же шла речь о том, что, значит, МВФ там даст денег, не даст, это политическая организация, дважды это было сказано, хотя на самом деле мы же знаем, что МВФ не политическая организация в действительности. Да, так вот, значит, собственно, к этим самым поездкам, вот я тут буквально по всем, по всем им разложил, значит, и тут начинаются просто, ну вот, как президент реально был в ударе, давно такого количества, давно такого, ну, чтобы так быть имиджмейкером, ньюсмейкером вот так часто, ну, такими, в общем, удачными вещами, ну, например, вот Ивацевича, древ, с чего началось, значит, древообрабатывающие, это 23 ноября, значит, как раз президент предупреждал, что он, в общем, проверит все предприятия, а у нас их 8 штук таких основных, ну, правда, не все проверил, но в сущности почти все крупные, вот, значит, как раз-таки речь шла о том, что, в общем, провалили эту самую модернизацию, приходится, в общем, самому это все, вот, вот, в качестве такого яркого образа, значит, что обращаясь, собственно, к руководству Ивацевича древ, он говорил, что, значит, вот проконтролирую все, пришел, увидел, если что не так, значит, сразу, в общем, увольнять, и причем ни на какую коммерческую фирму вы не поступите, значит, строитель, пойдешь месить цемент, бумагу умеешь делать, будешь стоять у станка, вот, ну, я не очень представляю, что такое месить цемент, но, в принципе, образ очень яркий, понятно, вот, и дальше, не дай бог, я увижу, что вы купили оборудование, оно лежит под открытым небом, а я предупреждал на самом деле, что ведь наша модернизация, она в какой-то степени очень сильно напоминает ускорение социально-экономического развития, вот, 85-го, 6-го, 7-го, там, годов, когда, действительно, большие деньги вбухивались в классное буржуйское оборудование, но, как у нас часто получалось, ведь, понимаешь, в чем фокус? Если вообще, так вот, немножко в сторону отойти, посмотреть, вот, вообще, вот, в советских экономиках, когда удавались, вот, какие-то такие серьезные проекты, и, вот, модернизационные, это в большинстве случаев, когда заимствовалась полностью, практически, вся инфраструктура сразу, ведь, как бы, секретом Палишинеля является то, что сталинская модернизация 30-х годов, она проводилась, в общем-то, в большинстве случаев иностранными специалистами, фактически, американскими, там, и немножко европейскими, то есть, просто заводы строились под ключ, вот, ровно так, как они бы строились в Америке, в том числе и ГЭСы, там, и так далее, автомобильные, карандашные фабрики, все, что угодно, то есть, когда все, все вот вместе, все работало. Последний пример, значит, когда удалось более-менее сделать успешное, вот, такое заимствование, это АвтоВАЗ, и то только потому, что туда, в общем, тоже, ну, пересадили все, да, то есть, не просто, значит, станки закупили, вот, как только же у нас получается ситуация, а давайте на наше старое, значит, предприятие поставим новую, там, технологическую линию, то сразу, в общем, получается, что, ну, почему-то не прививается, да, то есть, надо, как в том анекдоте, менять всю систему, поэтому есть очень большая опасность, что если вот так будет происходить, то так действительно и случится, и мы по последующим посещениям... Под открытым небом. Да, да, ну, зачем под открытым небом? Они могут даже стоять под закрытым небом, но фокус в том, что они могут стоять. А вот, значит, вот представление президента о том, как должен работать директор. Я сам был директором и знаю, пока директор не придет, не посмотрит, не пошлет кого-то, там порядка не будет. Это вот, пока запоминаем эти фразы. Ну, и, наконец, знаменитый, значит, уже, наверное, на весь мир посещение Борисов Древа, 30 ноября, значит, естественно, конечно же, почему модернизация провалена, должна была закончиться 9-м годом, сейчас до сих пор не реализована, но при этом, значит, кстати, еще один очень интересный момент, на который я прошу обратить внимание, это то, что в большинстве случаев вот все предприятия, которые президент посещал, там стоит очень жесткий срок. На самом деле, почти всегда это конец 13-го года. Давайте к 7 ноября сделаем, давайте к концу 13-го года, а к 15-му там уже должно что-то быть. То есть ставятся очень, на самом деле, ну, серьезные, амбициозные задачи, которые, в общем, ну, сложно себе представить, если они не были реализованы за несколько лет раньше, то они вдруг почему-то, значит, за год будут исполнены. Но я просто к чему? Что у меня вот сейчас нет ответа, почему именно вот называется временной горизонт идет фактически год. Может быть, это какой-то там, скорее, политологически в этом есть какой-то смысл, что надо вот поставить дедлайн, чтобы отчитаться по концу 13-го года. Но это, на самом деле, довольно интересный момент, потому что, как правило, у нас такого рода планы принимаются достаточно длинными. Почему древообработка? Понятно, потому что это, значит, работа на собственном сырье. И вот обнаружилось, значит, что теперь-то там не только, значит, как бы директорат и руководители виноваты, но еще и, значит, проблема трудовой дисциплины. Вот, молодые люди должны приходить и работать. Это не дело, когда президент едет и заставляет из-под палки. Вот, правда, по факту так и получилось. Президент поехал и... Все резко заработали? И начал заставлять из-под палки. Нет, как раз по итогам именно этого Борисов... Посещения Бориса в древо этот декрет номер 9-то, в общем, и был принят. Так что... То есть, подожди, там получается, что люди просто сидели, не работали? Нет, ну, конечно же, нет. Но они же работали? Да, разумеется. Ну, видимо, плохо работали. Вот. И дальше, значит, вот, это я цитирую Белту, как обычно, надо цитировать тут сам, как можно официально, в связи с многочисленными факторами безхозяйственного стоясклябности, нарушения трудовой технологической дисциплины, поставил вопрос президент принятия административных мер по обеспечению выполнения заданий модернизации оставшихся восьми заводов. Это вот всей отрасли. Ввести запрет на увольнение работников до конца модернизации, значит, поручив разработать соответствующий проект декрета. Значит, причем там, в общем, как бы, интересная получалась ситуация. Там даже, еще даже не в декрете, а в этих самых словах, там было очень много странных вещей, когда, значит, работник не может уволиться с предприятия без разрешения руководителя, значит, не отпустит руководителя, значит, пускай он должен работать, а за нарушение на принудительные работы. То есть мы, значит, те, кто не хочет добровольно работать на принудительных работах, будет работать на них принудительно. Что меняется, в общем, как бы, то же самое, только вид сбоку. Вот. Категорически запретить все увольнения с 1 декабря. Плюс к тому, еще и окончательное решение принимает губернатор. Это, кстати, я говорю еще со всех пунктов, которые... Об увольнении работника принимает решение губернатора? Нет, 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 в декрете 9 обжаловать это решение можно вот в этих самых... Ну, решение не отпускать. Что само по себе, кстати, странно, потому что всегда такие вещи решались в суде. И вообще говоря, инстанция суда выше, чем решение губернатора. Вот почему-то, значит, у нас так. Кстати, вот, пожалуйста, все проекты, которые мы наметили, это огромные деньги. Они сегодня по 2-3 года мертвлены, оборудование валяется под крышей. Видишь, не под открытым небом, а вот вполне под закрытым, но, правда, валяются. Да. Дальше еще один интересный нюанс. Значит, нас начнут упурькать диктатуре, что мы людей заставляем, запрещаем увольнять. Значит, так вот, чтобы вы, руководитель, вам придется в первом квартале будущего года на этих предприятиях всем, кого будете держать, запретив увольнять, довести зарплату до 400-500 долларов в первом квартале уже следующего года. Ну, то бишь, получается, что, как бы, логика здесь, на самом деле, очень такая простая. Как бы, зачем люди будут уходить, если мы можем их заставить не уходить, плюс еще за это им там специальную надбавку устроим, а когда модернизация закончится, а она же когда-то закончится, ну, там, через год, два или три, в крайнем случае, к 15-му году, тогда они вообще будут получать 800 тысяч. И поэтому тогда они поймут, что, на самом деле, для них это было счастье, что их не отпускали, значит, куда-то там за длинным рублем. Смотрите, получается, если человек не хочет работать, да, его уволить не могут, его принуждают работать, ему платят зарплату в 500 долларов, и он усиленно работает. Нет, 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 секундочку, хитрее, хитрее. Сейчас я расскажу. Значит, вот по декрету там написано так, значит, что... Тех, кого заставляют принудительно работать, сколько им зарплаты будет платить? Сказано там где? Значит, тем, кто заключает вот эти вот контракты до истечения срока вот этого самого, этой самой модернизации, там, этих реализаций, на период, дословно сказано, реализации инвестиционного проекта. Значит, ну, тут расторжение только согласия нанимателя, обзаловать можно, значит, обл. исполком или Минский горосполком. Это вот как раз странные такие вещи. А за это им ежемесячная выплата, не зарплата. Специально вказано, что в зарплату она не включается. Это некая ежемесячная такая вот доплата. Причем она устанавливается в размере, который, значит, исходя из возможностей предприятия самим нанимателем. Что само по себе тоже, в общем, достаточно... Дальше начинается самое веселое. Значит, если же человек нарушает такого рода, ну, контракт, который не позволяет ему никуда уйти без согласия, то тогда немедленно по суду с него взыскивается вся вот эта вот полученная им вот эта доплата. Причем как? Либо если он нанялся на новое предприятие, то оттуда из его зарплаты, либо когда его завозвращают на принудительные работы, если он никуда не нанялся, то теперь уже из зарплаты. То есть ему не... Он снова находится на тех же самых принудительных работах. На том же самом предприятии. На том же зачастую месте. Работает бесплатно. Секундочку. Теперь он уже при тех же самых условиях он уже не просто не получает эту доплату к своей зарплате. Напротив, она у него начинает вычисляться, вычитаться из этой самой вот зарплаты. Вот такой вот у нас получился... Хорошая модернизация у нас получилась. Интересный порядок, да. Вот. Здесь в действительности как бы довольно много и правовых, и юридических коллизий. Ну, первое, это то, что мы знаем, что, в общем, по факту речь идет о принудительном труде. Он, в общем, в принципе, за исключением очень редких случаев, ну, как, например, я не знаю, там, принудительной работой осужденных лиц, да. Он, в общем, запрещен во всем мире. Вот. Поэтому, чтобы не назвать это принудительным трудом, вот как раз и придумываются вот эти выплаты дополнительные, которые, как я уже говорил, зарплатой не являются. Очевидно, что и как бы налогообложение их будет какое-то особенное. Опять еще никто не знает, какое. Там сейчас бухгалтера все отрасли ломают голову, что бы это значило. Вот. Ну, что-то, видимо, решат, какие-то разъяснения получат. Дальше. Фокус в том, что эти выплаты устанавливаются откуда? Они берутся из средств того же самого модернизированного предприятия. Фактически они, ну, иначе, как из фонда оплаты труда, идти не могут. Что такое фонд оплаты труда? Это фактически факторный доход этого самого работника. То есть он и так, в сущности, на него имеет право претендовать. То есть получается, что на время, пока предприятие получает господдержку на реализацию инвестиционного проекта, значит, доля оплаты труда в себестоимости увеличивается, но фактически это та же зарплата этого работника, просто какая-то часть этой зарплаты не называется, и она фактически становится условной. В случае определенного поведения этого работника эта зарплата ему как бы и не принадлежит. Вообще, ну, идея необычайно креативная. Вот. Я считаю, что можно было бы ее распространить и на другие факторные доходы. Например, на доходы от капитала или на земельную ренту. То есть, вот, скажем, запретить колхозникам, значит, там, ну, как в старые добрые времена, когда у них не было паспортов и так далее, вот такую вот условную часть, значит, их же зарплаты, вот, значит, выдавать, я не знаю, начислять вот в виде выплат, а потом, если они куда-то решили, значит, перебраться, то с них же это дело... Значит, и с капиталистами можно так же поступить, которые получают доход от капитала, точно так же какую-то часть им посчитать выплатами и так далее. Вот, то бишь ситуация на самом деле очень такая своеобразная. Это вот что касается, значит, еще раз, здесь, значит, Ивацевичей, это месить там цемент, здесь у нас это, значит, как бы не хочешь работать добровольно, то побудешь работать принудительно на принудительных этих же самых работах. Значит, в Витебске там оказалось, что все более-менее нормально. Вот, как раз претензий не было к губернатору, значит, но, правда, там прозвучала фраза «Вы должны работать как военное время день и ночь». Вот, на конец Могилев, там, значит, там довольно много было интересных вещей. Я смотрю по времени мужа, но перерабатывающего-то слетагивать. Не будем, бог с ней. Вот, дай бог, чтобы на конволь осталось. И тут как раз у нас, значит, президент начинает объяснять, наконец, вот логику, что же, ну, собственно, что же, собственно, делается. В Могилеве, да? Да. Значит, смотри, однозначно уменьшается объем программ по культуре, спорту. У нас это все есть в достаточном количестве, значит, создано в Минске и областях. Это то, о чем я говорил, ребята, значит, хорошие времена закончились, и социальная ориентированность сокращается, значит, поэтому перерабатываем главные усилия на модернизацию промышленности. В сельском хозяйстве у нас уже все определено, осталось только доработать, сейчас надо переносить средства на промышленность. Эта же мысль была дважды еще, значит, повторена, значит, вот в этих самых двух интервью. Вот, например, клуб редакторов, значит, после распада СССР было сложно, однако удалось спасти экономику, сегодня она дает отдачу. Значит, в те годы было принято решение, должны, насколько возможно, поднять предприятия, запустить их. Мы на лекарствах экономили, но поднимали промышленность. Потом, через 10-12 лет пришла очередь сельскому хозяйству, значит, ну, теперь, очевидно, снова пришла очередь промышленности. Значит, дальше вот такая фраза. Мы знали, чего мы хотим, перед нами была цель дать людям работу и хоть маленькую заработную плату. И сегодня мы спасли эти предприятия практически все. Значит, еще раз подчеркиваю, речь шла о спасении предприятий всех, которые, ну, так или иначе оказались, ну, спасение в каком смысле? Вот, дать хотя бы маленькую зарплату, а если она не удовлетворяет, то сейчас придумано еще более, значит, интересное решение. Я понимаю, конечно, что мы же много раз говорили о том, что вот этот дифференциал в зарплатах с соседними странами, который образовался, его быстро не закрыть. И как раз-таки вопрос с нашими гастарбайтерами может быть решен буквально в ближайшие 3 года, в том смысле, что если люди уедут и там, ну, более 3 лет останутся, то они там и останутся. Вот, поэтому это, конечно же, еще и способ вот такой простой, в общем, способ решить эту проблему в том числе. То есть, как известно, у любой сложной проблемы есть два решения, и одно из них будет простое и неправильное. Вот как раз мы первое, значит, первым делом и пробуем. Вот, то бишь, вот запомним это, да, все предприятия, которые, значит, так или иначе оказались в упадке, значит, подняли, даже если, значит, хоть маленькую, но зарплату. Значит, и то же самое вот теперь рейтеру. Ну, то, что у нас каждое предприятие должно иметь бизнес-план модернизации, я уже не буду говорить, сколько раз это повторялось в разных фразах. Значит, Александр Лукашенко напомнил, что модернизация в стране ведется давно, то есть это не сейчас он ей занялся. Вот, про сельское хозяйство сказало, что уже две пятилетки, результат получился, значит. Вот, теперь вот, как бы, речь идет о этом самом модернизации промышленности. Причем там же, значит, в интервью вот этого клуба главных редакторов, вот такая логика о том, что, значит, мы поддержим все предприятия, которые так или иначе испытывают сложности, пускай даже ценой маленьких, сколь угодно маленьких зарплат на них, это вот президент назвал построением социализма. Причем по французскому образцу. А заголовок на Белте вообще великолепен. Лукашенко хотел бы построить в Беларуси социализм в хорошем смысле этого слова. Есть такой анекдот про хороший смысл этого слова, но я в эфире его произнести не смогу. Вот, однако мы запомним вот эти две вещи. Так, продолжаем, значит, с Могилевым. Дальше представление президента с нового начальника. Помнишь, там, как я говорил о том, что пока, значит, директор не придет, всех не погоняет, работа не начнется? Вот, комментирую, уже принятый декрет номер 9. Берите все свои руки железными рукавицами, действуйте. Надо, чтобы директор на предприятии был начальником, как на Западе. И чтобы все рабочие специалисты работали с полной отдачей. То бишь, начальником должен быть. Ну и плюс вот это вот объяснение о том, что выйти на зарплату 450-500 долларов в среднюю в первом квартале должны же людям еще, если кнут дали, то и конфетку какую-то. Кстати, интересно, что если действительно это решение исполнять, потому что средняя зарплата, например, на одном из предприятий, который он их инспектировал, была там порядка, там, где-то 2 миллиона, где-то 3 миллиона. То бишь, что это означает, что там, в общем, если считать вот доведение вот этой зарплаты до 500 долларов и плюс еще вот на период этой модернизации, то у нас эта модернизация вообще становится просто золотой. Да, и особенно, что интересно, это в ситуации, когда не очень понятно, каковы будущие результаты этого предприятия, модернизации этих предприятий. Вот. Значит, ну вот там было сказано про модернизацию Могилев химволок, но это вообще отдельная история. Вот. Фраза была очень интересная. Мы там будем строить практически новый комбинат до периода 2015 года. Там, похоже, что действительно, в общем, проще... Снести по стране. Проще заново, да, чем... Вот. Ну и плюс Могилев химволокно, которое работает на сырье пароксилоле, которое, в общем, только 50% покрывает потребности, значит, нафтан. И, в общем, остальная половина покупается за рубежом. Там отдельная история с этим. Я как-то, по-моему, даже рассказывал, что там с этим пароксилолом у нас творилось. Это история о том, как в 2000, дай бог памяти, в 2009 году на Монзоре, значит, в том числе по решению, и главным образом по решению российского акционера, тогда еще слов нефти, фактически был зарезан проект по созданию установки по производству этого самого пароксилола, как якобы глубоко убыточным. Сейчас цена, как сказал президент, за последний год, она взлетела на него в 9 раз. То есть понятно, что он, в общем, тут уже можно было озолотиться, его производив. Вот. Это что касательно Могилева. И, наконец, значит, переходим вот к этому самому комвольному комбинату. Там ситуация, в общем, как раз по преимуществу отражает вот эту всю нашу, в нашем понимании, французскую модель социализма, значит, в экономике. Потому что, в общем, вот есть у меня маленький ролик, это вот номер 3, как раз из посещения президентом вот этого комвольного комбината. Там два тезиса, он довольно коротенький, там два тезиса очень хорошо иллюстрируются. Будьте добрым. Я специально откладывал эту поездку. Откладывал, надеясь на то, что хоть из-за страха мясникович, ладучка и семашка, бездельников ниже не называют, ну, что-то здесь сделают. Не просто там подкрасят что-то, как они умеют делать, и в мороз асфальт положат, благо тут не надо класть. А сделают что-то по существу. Как я убедился, это меня поразило. Здесь ничего не сделано практически. Это преступление. И оно наказуемо. Поэтому директора предприятия снять с должности сегодня же и назначить пока не исполняющим обязанности, а назначить директором и контроль за ним того, кого они перевели с ОШИ. Его. Это у него шанс. Не сделаешь, посажу. Не сделаешь предприятие, сядешь. Вот ты извини, что я так говорю, у меня выбора не будет. Но я не хочу, чтобы ты сидел. Ты мне нужен здесь как директор, и ты должен сделать это предприятие. Ты должен по-хозяйски разобраться, как будем вести модернизацию. Тут два очень важных момента в этом ролике имеет смысл отметить. Ну, во-первых, четко стало понятно, кто же у нас в действительности модернизации будет заниматься, и кто же в конечном счете будет на нее отвечать, и чем. Ну, то есть, фактически, я подозревал, что в конечном счете это закончится, когда я рассказывал о том, когда было принято вот это решение. Значит, каждое предприятие должно иметь там план модернизации. Соответственно, это поручение сначала из администрации президента отправилось в Совмин. Как великолепно с пехотехникой Совмин начал заниматься. О том, что он провел защиты бизнес-планов на уровне отраслевых ведомств и исполкомов. В те, в конечном счете, все это дело спустили до уровня отдельных предприятий. Теперь мы видим, что, в общем, приходится, значит... То есть, план модернизации в конечном счете зависит от вновь назначенного директора, бывшего главного инженера, который, в общем, под угрозой посадки должен, в общем, это предприятие сделать. Да, он доволен, остался таким значением, карьерным ростом. Сложно сказать. Может быть, у него есть какие-то неординарные решения по тому, как это предприятие сделать. Мне, конечно, очень нравится вот эта вот мысль о том, что я тебя посажу, я, конечно, не хочу тебя сажать, но... Но придется, если что. Да, то есть, мы, в общем, теперь понимаем, что, как бы, вот в конечном счете, на каком уровне решение будет приниматься. Чем это отличается от всех предыдущих раз, да, когда примерно на том же самом решении принималось... На том же самом уровне принимались решения относительно закупки этих самых каких-то линий там и так далее, которые, пускай не под открытым небом, а под крышей, значит, стоят, не очень понятно. И второй момент, с которого, значит, что интересно, он пропал в официальных сводках, вот в Белте нет этой фразы, там написано, что откладывал посещение, надеясь, что здесь что-то сделают по существу. Там была фраза, хотя бы из-за страха, значит, Мясникович там и кто-то еще, значит, наконец тут что-то сделают. То бишь в качестве, как бы, ну, главной движущей силы, я уже говорил, несколько раз приводил фразы о том, как должен управлять начальник, что все должны там, значит, по-военному перед ним, по стойке смирно ходить. Вот, то еще и получается, что главным действующим фактором, ну, или точнее последним, да, действующим, да, вот в этой вот самой модели французского социализма, так как мы ее понимаем, является этот, этот самый страх. Вот, я рекомендую, у меня на фейсбуке, я, значит, выложил такую коротенькую выжимку относительно того, в общем, о страхе и о том, о том, какова же, какова является сила свободного человека в особенности его к творчеству, насколько это разные совершенно вещи и какие, насколько разные результаты. Вот, я как раз, в общем, в Штатах почти месяц пробыл, я видел, насколько это, в общем, серьезная движущая сила. Ну, вот мы выбрали вот такой вот путь. Дальше, вот что интересно, почему я беру именно этот конвольный комбинат? Ведь, строго говоря, вся эта отрасль в советском, на бывшем посоветском пространстве, она, в общем, везде находится в абсолютном упадке. Почему? По той простой причине, что очень сложно конкурировать с, либо с азиатами, там, либо с турками, там, и так далее, в производстве тканей. Но мы-то знаем, что наше понимание, вот, значит, модернизации подразумевает, что надо поддерживать любое предприятие, пускай даже ценой, значит, крепостного труда и за нищенскую зарплату. То есть, чтобы понятно было, насколько в упадке находятся предприятия, в советские времена выпускало 22 миллиона погонных метров, сейчас два. Значит, проект модернизации подразумевает доведение до пяти. То есть, в разы, но все-таки по сравнению с тем, что было в советское время, мало. Уровень износа активной части основных средств 95%. Как можно на 95% изношенном станках можно сбыть и хотя бы на пять? Вот, значит, ну, это, да, это преступление, оно должно быть наказуемо. Я тут совершенно с президентом согласен. Значит, вы теряете рынок, надо загрузить и в пять смен здесь работой все, чтобы, значит, это было сделано. Вот. Вот, смотри. И вот он, на самом деле, президент отвечает на этот вопрос. Все говорят, что все вокруг уже уничтожено, только Турция, Турменистан и кто-то еще производит эти ткани. В России нет производства. Почему бы нам сегодня их не производить? Значит, вот такая вот очень интересная... Почему в России нет производства? Да потому что они не выдержали конкурентную борьбу. Все очень просто. И я уже не буду касаться того, что у нас есть определенная идея. Ведь для того, чтобы спасти комвольный комбинат, он сейчас работает на импортном сырье. Он фактически целиком эту шерсть получает сейчас из России. Предполагается, что когда он будет модернизирован, до 80% сырья будет отечественным. Что означает, что нужно развивать овцеводство. На минуточку, я так понимаю, что никто просто вот не взял калькулятор и не посчитал. Потому что овцеводство подразумевает, вообще говоря, обилие больших пастбищ для них. Просто вот этих лугов. У нас-то мы же знаем, вот как бы любой иностранец скажет, у нас все распахано. У нас все занято зерновыми культурами. Для этого просто нет места. Президент ссылается на то, что вот, скажем, губернатор Витебской области, значит, обещает, что сегодня уже строится 21 овцеводческая ферма. Особенно интересно, что это звучит из уст губернатора Витебской области, которая по слухам славится своими приписками. Так говорят. Так что я не знаю, какие там от 21 овцеводческая ферма делаются. Я просто говорю о том, что, значит, плюс технологическое отставание, значит, и так далее, отмечено, и так далее, и так далее. Значит, предприятие, я вам обещаю, мы сделаем к следующей зиме. Ну и, соответственно, все на это, значит, как бы всем еще и персональная ответственность. Там руководителям из СовМИН разным. И что еще интересно, значит, по итогам этого, значит, вот визита на конволь, потом показали кусок, когда вот из журналистского пула, значит, журналисты задают вопросы, и как раз на БТ, я уже не буду этот кусок показывать, там есть момент, когда журналист задает вопрос. Скажите, а вот, собственно, вот эта модернизация, это не есть ли наш ответ вот МВФ, который нам советует постоянно проводить структурные реформы? Фактически, в вопросе уже заложен ответ, так действительно, значит, президенты отвечают, да, это структурные реформы, но не в интересах тех, кто держит МВФ. Значит, им было бы лучше, если бы мы это предприятие завтра распродали, неважно кому, даже гражданам Беларуси, они купят у граждан, как это было на коммунарке, им, наверное, это и надо. Так вот, что я, вот фактически теперь у меня вот в голове, да, еще один важный момент, к вопросам о том, что сохранить все предприятия, платя даже хотя бы низкую заработную плату, это как раз, в общем, соответствует той логике перехода на модель экспортной ориентированной экономики. Внимание, значит, интервью информационного агентства Reuters 26 ноября, значит, президент говорит о том, что мы запросто можем 5% экономического роста обеспечить, если нашу продукцию будут покупать, ну, разумеется, если будут покупать. Он говорит, почему будут покупать, потому что у нас мы конкурируем с ведущими компаниями в мире, имеем такую возможность, ресурсы у нас немножко дешевле, чем, допустим, в Европе, во-вторых, рабочая сила значительно дешевле, чем у вас, то есть у нас много составляющих, за счет чего мы можем конкурировать по цене, да, вот теперь, по-моему, мозаика складывается. Значит, и так, вот еще раз подчеркиваю, почему наша модернизация не является, на самом деле, структурной перестройкой. Наибольшее впечатление от Штатов меня произвело от посещения города Питтсбурга. Значит, чтобы было понятно, что это вообще такое. Это город, в котором было открыто первое, фактически, в Америке крупное месторождение угля. Соответственно, это был сталелитейный центр вообще всей-все американской промышленности. Чтобы было понятно, насколько он был важен для Соединенных Штатов по производству стали, значит, на минуточку, значит, один Питтсбург во время Второй мировой войны производил стали больше, чем все страны Оси, то бишь Германия, Япония, там, в общем, Италия вместе взятые. Один Питтсбург. 40% производства стали всех союзников, то бишь Штатов, Союза и так далее, производилось в Питтсбурге. Зарплаты промышленных рабочих были столь велики, что там женщины не работали по определениям, это было не нужно. Экология, конечно, была жуткая, то есть люди рассказывали, что у них не было понятия белые воротнички, понятие было коричневые воротнички, потому что рубашки меняли уже в середине дня, потому что вот из-за вот этого взвеси вот этой вот ржавчины они становились бурыми. И теперь представьте себе ситуацию, там же вот этот United States Steel, который Карнеги, один из первых вот этих роберт-баронов и так далее, и американская сталелитейная промышленность проигрывает конкурентную борьбу азиатам. Это 80-е годы. Для города это была просто катастрофа, потому что он больше практически ничего не делал. За три или четыре года в 80-х годах он потерял половину своего населения. То бишь он уменьшился в половину. Вот было там 600 тысяч, 150 тысяч, значит, мужчин работало только в этих цехах. Соответственно, еще 150 там женщин были женами. Вот ровно половина была потеряна, 150 тысяч рабочих мест в городе за буквально несколько лет. Если бы, значит, к структурной перестройке американской промышленности подходили из таких же идей, как у нас, то очевидно, какие было принято решение. Предприятие нужно поддержать, запустить предприятие. Пускай даже и нищенскую зарплату там платить. А не хотят работать, придумаем им вот такие вот, значит, специфические контракты. Вместо этого, что сделал Питтсбург? Там совершенно потрясающая история. О ней можно разговаривать часами, но совсем коротко. Они приняли план, причем этот план был принят совместно и городскими властями, и ассоциацией бизнеса. Которые решили, что мы превращаемся в город-призрак. Если все опустить на самотек, то он будет пустым. И у них был план длительностью в 25 лет практически, когда он начал давать результаты. Там было две фазы, он назывался Ренессанс, соответственно, фаза Ренессанс-1 и Ренессанс-2. По превращению этого Питтсбурга в постиндустриальный город. И фактически им очень многое удалось. То есть, во-первых, там сейчас великолепная экология. Он не очень дорогой для жизни. Там великолепные университеты, в частности, которые Корнеги тот самый, значит, и основал. Каким образом они добились этого? Вот что интересно, что делало городские власти. Я как раз был в этом совете по переустройству, где они рассказывали, что мы просто, например, на южной части, там просто город, он находится в очень интересном месте. Там две речки сливаются, и вытекает река Огайо. То есть, вот такой треугольник и северная и южная часть. На южной части она вся была сталелитейными заводами. Southside Works, как они назывались. То есть, там прямо с колес, в общем, сталь от этого уходила. Все это превратилось, естественно, практически в руины заброшенные. Значит, это все было выкуплено. По цене металлолома продано. И, значит, городские власти начали заниматься, ну, девелоперскими проектами. То есть, они начали строить здания, при этом в своей собственности сохраняя только паркинги и дороги. Все остальное, в общем, оставалось частным. Земля оставалась частной. И надо было видеть, с каким вообще, вот, как этот человек рассказывал, говорит, как мы ждали, придут ли вообще туда арендаторы. И когда туда пошли, там первый арендатор был American Eagle Outfitters, ну, известный производитель одежды, их штаб-квартира. Потом туда пошли медицинские компании, там, хай-тека и так далее, и так далее. И там сейчас, это, ну, великолепный район, в том смысле, что это офисное здание, это рестораны, значит, это целая аллея бутиков там и так далее, и так далее. Вот во что это превратилось. Вот что они сделали, вот что такое, на самом деле, структурная перестройка. Когда не нужно спасать тех, кто в действительности, скорее всего, и не выживет. В нашей же ситуации это не структурная перестройка. И это даже модернизацией не является. Это на самом деле, ну, понимаешь, в чем фокус? Мировая экономика все время меняется, отрасли лидирования все время меняются. И вот эта вот поддержка традиционных отраслей, это, на самом деле, едва ли не главный фактор, который превращает рецессию в настоящую депрессию. Потому что это означает, что ты хорошие деньги бросаешь след плохим. То есть в ту отрасль, которая и так, скорее всего, кроме как на этой самой господдержке и не протянет. Как, например, фраза, которая была совершенно потрясающая по поводу Полемира и Могилев химволокна. О том, что, скорее всего, даже если он будет, этот Могилев химволокно будет покупать, значит, бесплатно этот самый, доставаться ему будет этот самый, это сырье, то, в общем, он все равно, скорее всего, будет убыточным. И тем не менее мы собираемся строить там точно такое же еще одно Могилев химволокно. То есть делать обезболивающие инъекции умирающему человеку, да? Поддержишь жизнь какое-то время, но тем не менее он все равно. Вот в действительности иногда правильной промышленной политикой является эвтаназия того, кто на самом деле сам не жизнеспособен. Потому что ведь надо понимать очень простую вещь. Ведь что такое по определению экономика? Не наука, а вообще как сфера человеческой деятельности. Это распределение принципиально ограниченного количества ресурсов между конкурирующими целями. И фокус в том, что если вы видите, что вы тратите деньги туда, где они не дают отдачи, это означает, что эффективность распределения ресурсов в целом становится низкой. В конечном счете результатом того, что у нас такая низкая средняя заработная плата по сравнению с соседями, и есть вот эта политика поддержания на плаву за счет тех, кто мог бы развиваться нормально. Причем какими средствами? Практически средствами военного коммунизма под страхом, либо по посадке, либо что у тебя эту часть зарплаты, которую ты на самом деле заработал, отберут. Вот каков у нас на самом деле получается результат. То есть в следующем году все станет еще хуже? Честно говоря, вот еще раз говорю, мне интересно, почему вот все время стоит этот дедлайн. Да, кстати, еще один маленький нюанс. У нас совсем мало. Я знаю, знаю, знаю. Я уже буквально заканчиваю. Я только что рассказал про вот эти вот городские власти, которые сами строили инфраструктуру. Они не были уверены, что они на этом заработают. В итоге они получили примерно 5 долларов на вложенный, что очень неплохо. Но это был серьезный риск. То бишь, если вы не можете своими руками поддерживать и заставлять людей работать, дайте возможность свободным людям. Ну, просто создайте эти условия для развития их предпринимательства. А вот сейчас я процитирую из вот этого самого совещания по зеленому бору, что говорит президент. Вот сравни, значит, с тем, что вот я слышал от человека по градоустройству Питтсбурга. Президент подчеркнул, что рассчитывать на выделение подобной суммы, имеется в виду на инфраструктуру Минска, не следует. Я не собираю строить инфраструктуру за 4 миллиарда, чтобы завтра туда пришел бизнес и заработал там нормальные деньги. Я этого делать не буду. Нам что, некуда больше деньги вкладывать? Конец цитаты. Что называется, почувствуйте разницу. Вот, ну и наверх уже апофеозом, я еще раз подчеркиваю, пока у нас все эти меры, они, в общем, поддаются как временные. Да, то бишь, вот закрепощение на период осуществления инвестиционного проекта. Вот, есть, значит, что меня особенно добило, я тоже этот ролик, ну, не будем сейчас его показывать, хотя он и коротенький. На БТ недавно была передача, посвященная экономическим итогам 2012 года, и под занавес ее Михаил Владимирович Мяснякович, видимо, понимая, куда дует ветер, значит, произносит фразу о том, что, ну, вообще говоря, в условиях кризиса, как бы, это не актуально и не своевременно заниматься реформированием системы отношений собственности. То бишь, вот как кончится кризис, вот кончится модернизация, вот тогда мы и заживем. А пока вот мы, значит, не заживем. А, ну, и чтобы уже, в общем, не так, не так, как бы, грустно это все заканчивать, я на тему «Не время сейчас», у меня есть маленький, коротенький ролик из КВН Пятигорска, вот и на этом, пожалуй, мы под занавес и попрощаемся с нашими слушателями и сетезрителями, и сетеслушателями до следующей четверти. Уж извините, что такая длинная передача получилась, просто больше месяца. Мне придется поработать очень хорошо, подвести итоги года. Да, 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 да. И будьте добры, вот этот самый ролик из КВН, и на этом мы и попрощаемся, да. Здравствуй, Ленин! Не время здороваться, война нынче. Вот закончится война, тогда все здороваться будут. Садись, Ленин! Не время садиться, война нынче. Вот закончится война, тогда все сидеть будут. Покушай, Ленин! Не время кушать! Вот закончится война! А я бы покушал. Верну? Садись, Ленин! Продолжение следует...